Просто берёте в метро, так вот, и играете. Главное считать. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Любой ритм, любой брейк можно отрабатывать в метро, либо в кинотеатре, когда вы смотрите кино. Сидеть просто и играть по ногам. И координация очень хорошо будет восстанавливаться. В основном техника, конечно, потому что... Я по барабанам преподаю, допустим, да? У нас много есть моментов, которые мы просто фантазируем, меняем мышление, учимся считать время. Это как контренировать чувство времени, да? Просто берёте свой секундомер, достаёте любой телефон, какой-то ещё часы, ставите на минуту, нажимаете и кладёте его рядом, и считаете просто вслух или при себя до одной минуты. И когда ваша минута как бы наступила, вы смотрите на ваш секундомер и смотрите, сверяете, насколько вы попали. Вокал надо приносить в свою жизнь и делать это повседневно. То есть упражнения, чтобы становились привычкой. Это всё можно делать, пока отмоешься в душе. К примеру, там, допустим, говорить скороговорки или делать упражнения на отпускание гортани и так далее. Едите в метро, к примеру, и делайте хороший правильный вдох. Главное, чаще и каждый день надо делать упражнения. Игра под метроном, например, 5-10 минут, какие-то упражнения и какие-то места. Например, если играется дальше произведение, то есть нужно обратить внимание на места сложные и их тренировать. То есть конкретные какие-то проблемные места, так можно назвать. Ну, желательно хотя бы просто выучить наизусть текст. Можно говорить скороговорки. Можно сделать гимнастику дыхательную. Хотя бы этого достаточно. Можно просто в голове у себя повторять слова песен и мелодию. Хотя бы это достаточно. Делать упражнения и переслушивать песенку от начала и до конца. И разбирать моментики в голове. Когда я была студенткой, за неделю до экзамена мой педагог прослушивал мою программу и сказал мне, Аня, это капец, это вообще нельзя выносить, срочно садись за инструмент и не вставай до экзамена, сиди часами, высиживай много-много времени, занимайся. А на следующий день я должна была поехать на байк-фестиваль. И я туда поехала. И не занималась вообще. То есть я не подходила к инструменту. Все три дня байк-фестиваля я думала о том, что мне говорил педагог. Думала, проигрывала, интонировала, вспоминала, выстраивала произведения, я вспоминала, где что нужно, как сыграть. И я просто в мыслях проводила очень много времени с теми корректировками, которые мне дал педагог. И по факту через три дня я прихожу к своему педагогу, играю ту же самую программу. Он говорит, гениально, девочка моя, я понимаю, что ты все эти три дня сидела за инструментом и высидел. Я готов тебя выносить на экзамен. Поэтому думайте о своей программе, думайте о том, что нужно исправить. И не всегда необходимо проводить время за инструментом. Все-таки головной центр у нас здесь.